Так, а где у меня есть стрелочка? Чего я не могу уехать? Ладно, начинайте. Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я надеюсь, вы хорошо меня слышите и видите. Поэтому я позволю себе начать очередной семинар из серии вебинаров для начинающих работать с линией МК нашего авторского коллектива. Тему сегодняшнего семинара вы видите на экране. Мы будем говорить об особенностях коммуникативной технологии на язычном образовании в начальной школе через вопросы и ответы. Подобный семинар я проводил год назад. Но жизнь не стоит на месте. Некоторые вопросы повторяются, ибо еще они не получили свое разрешение. А некоторые вопросы появляются новые. Ибо процесс иноязычного образования очень переменчив. И он зависит не только от методического оснащения, от методической технологии, которой заложен в учебно-методический комплект или учебно-методический комплекс, но и от многих организационных факторов. Поэтому сегодня я постараюсь ответить на наиболее актуальные вопросы, которые волнуют учителя, не только того, который работает по нашей линии учебников, но вообще в целом. А на другие вопросы вы получите ответ, если последуете моему совету. Дело в том, что семинар, посвященный коммуникативной технологии в начальной школе, это не первый семинар, который проводит наш авторский коллектив. Этапы обучения очень актуальны. Известный методист Пальмер в свое время говорил, что позаботьтесь о начальной ступени обучения, а остальные позаботятся о себе сами. Есть и немецкая пословица, есть и английская пословица, Можно много говорить о значимости начальной ступени обучения, но я думаю, что в этой аудитории это делать не имеет смысла. Мы подготовили вам в качестве первого слайда таблицу вебинаров, которые мы провели, начиная с 2011 года по 2017 год. Вебинары, которые были посвящены начальной ступени обучения. Вебинары с 2014 по 2017 год, записи этих вебинаров, вам доступны на сайте интернет-поддержки нашей линии учебников. И вы можете посмотреть эти вебинары, которые вот сейчас вы видите в табличке, подготовленные специально для вас. Но, тем не менее, год назад мы посчитали необходимым и очень актуальным провести целую серию вебинаров, обученные обучениям в учебнику, в начальной школе. И мы назвали эту серию и серию вебинаров для начинающих работать с линией УМК English 2.11. Но мы считаем, что эти вебинары полезны не только для тех, кто начинает работать, но и кто же работает по нашей линии учебников не первый год, но, тем не менее, есть ряд вопросов, которые волнуют, которые представляют интерес. Первый семинар у нас был посвящен технологии коммуникативно-язычного образования в начальной школе. Вопросы и ответы я уже о нем упоминал. И вы там найдете ответы на целый ряд вопросов. Мы освещали там наиболее актуальные вопросы технологии коммуникативно-язычного образования. 26 октября мы провели работу особенность работы с УМК English 2. Что, почему и как? Мы там поясняли стратегические вопросы. Почему у нас обучение начинается с обучения транскрипции? Почему это происходит с чтения по транскрипции? Почему обучение произносительной стороной речи ведется в взаимосвязи с обучением чтения трактационных значков и транскрипции? Зачем используется такая опора, как транслитерация? И многие другие вопросы. 8 ноября, если вы посмотрите вебинар технологии обучения чтению на английском языке по правилам, то вы получите вопрос о технологии обучения техники чтения по правилам. Потому что, начиная со второго года обучения, весь третий класс посвящен именно этой проблеме. Это одна из главных стратегических задач третьего класса. Научить детей читать по правилам. Там снимаются многие вопросы, которые касаются обучения чтения по правилам. 15 ноября мы провели вебинар, где объясняем особенности обучения письмом во втором классе с использованием не только учебника рабочей тетради, но и специального компонента, прописи с упражнениями на каждую букву. В том числе показываем, как можно для этой цели использовать еще и электронные прописи, если вы в своей работе используете электронные приложения к учебнику для второго класса. 20 декабря мы посвятили вебинар средствам формирования мотивации и познавательного интереса о владении английским языком в начальной школе. Этот вебинар был очень важен потому, что сейчас на выходе из начальной школы примерно 45% учеников теряют мотивацию и интерес к дальнейшему изучению иностранного языка. И возникает резонный вопрос, а что делать с этими учениками, до 11 класса, где их будет ждать обязательно ЕГЭ по иностранному языку. Поэтому вопрос мотивации очень актуален. Ну и далее, вебинары были посвящены особенностям обучения лексики и грамматики, формирования лексических и грамматических навыков. В начале 2018 года мы провели еще один, на мой взгляд, важный вебинар. Это средства формирования коммуникативной мотивации на уроках иностранного языка в начальной школе. Как организовать урок так, чтобы ученик общался на уроке по чисто человеческой заинтересованности? Он общается потому, что ему интересно общаться с учителем и с учениками. Он не задумывается о других каких-то мотивах. Вот эта коммуникативная мотивация, средства ее вызова, эта технология для учителя очень важна, потому что без этого невозможно мотивационное обеспечение образовательного процесса в начальной школе. Затем мы проводили вебинар по видам контроля в начальной школе. Еще два вебинара были посвящены особенностям обучения лексической стороны речи, обучения грамматической стороны речи. А завершалась серия вебинаров по технологии обучения в начальной школе двумя вебинарами. Это подготовка к итоговой аттестации по нашей линии учебников и достижение метапредметных результатов в начальной школе. Сегодня вот этот семинар, таким образом, является не первым в серии семинаров для начинающих работать с нашими учебниками, а как бы продолжением. Я напомню тех, кто хочет работать в образовательную среду. Я не буду подробно не останавливаться, потому что на двух предыдущих вебинарах моя коллега Юлия Николаевна Кобиц вас подробно знакомила с образовательной средой учебно-методического комплекса нашего. И я позволю себе остановиться только на некоторых компонентах, которые помогут ответить на ряд актуальных вопросов, которые вас беспокоят. Вот вы видите здесь белым цветом, белым цветом выделен учебник и шлейф пособий к учебнику для учеников. Желтым цветом – это то, что авторский коллектив разработал для вас, дорогие коллеги, чтобы вам было удобно работать с нашим комплексом. Я, прежде чем передать вопросам и ответам, хотел бы напомнить, что наша линия учебников сейчас адаптирована для детей с особенностями развития. Вот наша линия учебников адаптирована для использования в обучении английскому языку детей с ослабленным зрением. Изменен зрительный ряд. Используется более крупный шрифт, в связи с чем, что учебник делится не на две части, а на четыре, а иногда на пять частей. Поэтому, если в ваших классах есть дети с ослабленным зрением, попросите библиотекаря приобрести именно вот такую линию учебников. И вы снимете много проблем для учащихся с ослабленным зрением и их родителей, которые очень волнуются за то, как происходит учебный процесс. О новинках. Вышли новинки. Вышло переиздание книги для учителя. Эта книга издавалась давно, в одиннадцатом году, потому что потом книги для учителя стали доступны на сайте издательства просвещения. Но, тем не менее, многие учителя говорили, что книга для учителя второго класса им нужна всегда под рукой, потому что не всегда можно выйти в интернет и что-то скачать оттуда. Потому что книга для учителя второго класса, книга для учителя к учебнику второго класса отличается от других тем, что она построена не как сборник каких-то рекомендаций к урокам, а как единый сюжет, который образует уроки. Все уроки сплетены в единый сюжет и это сделано для того, чтобы ученикам было более интересно. Им интереснее, когда они попадают в реальные, вымышленные, виртуальные ситуации, где они вынуждены помогать сказочным персонажам, сказочным героям, которые еще не знают английского языка, а наши ученики вроде бы уже знают, им хочется применить эти знания и так далее. Поэтому эта книга, на мой взгляд, должна стать настойной книгой учителя, который начинает работать по нашей линии учебников. Тем более, что здесь специальные разделы, где описываются технологии выполнения различных видов учебной работы. Еще одна новинка – это сборник программ к нашей линии учебников. Со второго по девятый класс сборник программ отдельно для начальной школы и сборник программ отдельно для основной школы. И это тоже очень важно, и издательство удовлетворило просьбы ваших коллег из многих регионов, и теперь эта рабочая программа, кроме того, что она доступна бесплатно на нашем сайте, вы можете приобрести, и она станет вашей настольной книгой. И, наконец, третья новинка – это новинка – рабочий тетрадь для десятого класса. Многие регионы уже начинают работать по учебникам для десятого-одиннадцатого класса нашей линии учебников, используя их пока как учебные пособия, и, естественно, обучение полноценно невозможно без рабочей тетради. Вот вышла рабочая тетрадь в десятом классе, готовится к выходу рабочей тетрадь к учебнику одиннадцатого класса. А теперь я хочу остановиться на одном компоненте, который называется рабочая тетрадь. Сейчас вокруг рабочей тетради развернулась целая, я бы не сказал, борьба, но, в общем-то, этот компонент вдруг приобрел особую актуальность в связи с тем, что наметилась очень серьезная тенденция к вытеснению рабочей тетради из образовательного процесса. В связи с этим просто получал вопрос в адрес министра образования Георгии Васильевой, обязаны ли школы закупать рабочие тетради. Вот вопрос с тем, что обязаны, не обязаны, и кто должен покупать. Эти вопросы к нам приходят очень часто. Поэтому, чтобы сразу ответить на многие песни, которые к нам приходят, мы еще раз отвечаем, опираясь на слова министра просвещения, что школы обязаны закупать рабочие тетради и выдавать их ученикам бесплатно. Я постоянно услышу вопросы про эти тетради. Я цитирую Ольгу Юрьевну Васильеву. Я обращаю... Я обращаюсь к руководству школ, коллеги, региональные и муниципальные управленцы. С 2015 года рабочие тетради входят в обязательную покупку школы. Я отвечаю за те слова, которые сейчас произношу в прямом эфире и на всю страну. Вот этот ответ прозвучал 31 августа. Но поток писем не уменьшился. Я сейчас вам покажу два... В первом письме, которое мы получили в начале октября, ваши коллеги пишут. Наша администрация в школе, во-первых, заставила стереть из рабочей программы рабочие тетради и прописи. У школы есть такое право. Всегда это хорошо. Во-вторых, запретили упоминать и просить родителей о закупках рабочих тетрадей. И в-третьих, разошлите, пожалуйста, все школы города информацию, связанную с закупкой тетради. Спасибо. Это первое письмо. Значит, проблема никуда пока не уходит. Здравствуйте. Вам пишут учителя английского языка из Пенецкой области. У нас сложилась такая ситуация. Прокуратура запретила покупать рабочие тетради. Заранее спасибо за ответ. Ну, вот видите, это так называемые перегибы на местах. Мы дошли до того, что уже вроде бы как и запрещаем использовать рабочие тетради в образовательном процессе. Что конечно, конечно, вещь недопустимая. Поэтому я еще раз вам покажу письмо Ларисы Алексеевны Вербицкой, президента Российской Академии Наук, в защиту рабочих тетрадей. Я не буду пересказывать этот документ. Вы его прочитаете сами. Вы его можете обсудить со своими коллегами и с администрацией. Но роль рабочей тетради преуменьшить нельзя. Правда, есть учебники, которые не очень тесно связаны с рабочими тетрадами, а есть учебники, которые очень тесно связаны. Если анализировать учебники по такому предмету, как иностранный язык, то большинство рабочих тетрадей очень связано с учебником как главным средством обучения. И оно призвано дополнять учебник, закреплять материал, усвоенный на уроке. В заключении Лариса Алексеевна Вербицкая пишет, таким образом, исключение рабочей тетради из целостного ОМК нарушает самую самостоятельность, снижает ценность присвоения знаний, не способствует формированию учебных универсальных действий и, наконец, затрудняет организация процесса непосредственно на уроке. Я основываюсь на вышеизложенном. Российская Академия Образования рекомендует использование рабочих тетрадей в учебном процессе для повышения ее эффективности и достижения планируемых результатов по предмету высокого качества. Если говорить о нашей линии учебников, то рабочая тетрадь выполняет много дополнительных и очень важных функций. О них подробно на вебинаре 25 сентября Юлия Николаевна Кубец подробно говорила и каждое положение иллюстрировала конкретными примерами из рабочих тетрадей. Я просто вам напомню, что рабочая тетрадь очень тесно соотносится с содержанием цикла уроков. И даже нумерация уроков в рабочей тетради и в учебнике совпадает. И главное назначение рабочей тетради систематизировать, закрепить тот материал, который был усвоен с помощью учебника на уроке. Поэтому рабочая тетрадь содержит упражнения, разные упражнения, упражнения, которые являются частью комплекса упражнений, используемого в учебнике. Часть упражнений может находиться в книге для учителя, затем упражнений в учебнике, и даже есть случаи, когда упражнения из рабочей тетради используются на уроке. В учебнике есть ссылка, дается какая-то коммуникативная задача, а в скобочках написано A, B, Activity Book, Page 35, for example. Это значит, что желательно, чтобы указанное упражнение выполнялось в классе с использованием рабочей тетради. Кроме того, там содержится дополнительное упражнение. Когда ученики сильные выполнили задание, а учитель в это время помогает слабым и средним, зачем ученику терять время? Он может выполнить упражнение дополнительное, помеченное звездочком. Кроме того, и это очень важно, в тетради содержится упражнение для выполнения дома. И если не будет рабочей тетради, как ученик будет выполнять домашнее задание? Он, как правило, выполняет домашнее задание, используя рабочую тетрадь. В рабочей тетради есть очень важный раздел, так, например, как All About Me со 2 по 7 класс, где происходит персонализацию усвоенного материала, где ученик учится рассказывать о себе, своей семье, своих увлечений, своих любимцах, любимцах, о традициях, празднования, Нового года и так далее, и других событий. Также в рабочей тетради есть раздел для повторения Consolidation Lessons, где повторяется усвоенный лексико-драматический материал, усвоенные речевые функции и так далее. И, наконец, в рабочих тетрадях находятся разделы Test Yourself и Propulsion for Testing, потому что там ученики выполняют тесты, они пишут, они заполняют пропуски и так далее. И это, так сказать, необходимая часть, которая не может быть размещена в учебнике, потому что в учебнике писать ничего нельзя, потому что учебник это инструмент общего пользования, и учебник в течение пяти лет передается из рук в руки. Ну и, наконец, в рабочей тетради есть разделы Самоконтроля, Самооценки, где ученик оценивает свои успехи и неуспехи и так далее. Больше я не буду говорить о структуре рабочих тетрадей, о функциях рабочих тетрадей и так далее, потому что еще раз напоминаю, кто пропустил семинар от 25 января, мы для вас специально поместили ссылку на запись этого вебинара, и вы можете посмотреть, и посмотрев, вам будет проще убедить родителей и администрации школы в том, чтобы программа не исключала рабочая тетрадь, рабочая, чтобы рабочие тетради активно использовались. И тогда возникает вопрос, но если сейчас проблема стала очень актуальной из-за того, что у многих школ нет возможности приобрести рабочие тетради, то как это сделать? Вот поэтому в дальнейшем мне хотелось бы остановиться на трех способах, которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы приобрести рабочие тетради и успешно использовать их в образовательном процессе. Способ первый – это убедить администрацию, опираясь на соответствующие правоостанавливающие документы, в том, чтобы приобрести рабочие тетради к учебнику. Здесь мы еще раз подготовили и включили в презентацию основные документы. Первый документ – это документ, подготовленный Департаментом государственной политики в сфере общего образования. И этот документ подписан директором этого департамента Петровым Андреем Евгеньевичем, где он приводит веские основания, опираясь на закон об образовании, на Конституцию, указывая конкретные пункты закона об образовании, ссылаясь на указы Министерства образования России, на постановление Министерства образования, сейчас посвящение, что можно за бюджетные деньги покупать не только в учебнике, но и учебные пособия. При одном условии, если учебники и учебные пособия выпущены издательств, допущенным к выпуску учебников и учебных пособий Министерством просвещения Российской Федерации. Как вы знаете, издательство просвещения входит в число таких издательств, и поэтому пособия, которые выпускаются этим издательством, могут приобретаться за бюджетные деньги. И поэтому вот этот документ очень важный, он составлен юридически грамотно, и возражать против этого документа никакая административа, никакая администрация школы в принципе не может. Весь вопрос будет тогда опираться в наличии или отсутствии денег. Вопрос. Главное это в возникшей ситуации это не желание или желание администрации приобретать рабочую тетрадь, любой директор готов обеспечить образовательный процесс рабочим тетрадь, были бы средства. И здесь я вам еще хочу показать письмо главного редактора издательства просвещения, где он тоже приводит юридические основания для того, чтобы администрация школы не волновалась за то, что они приобрели рабочие тетради за бюджетные средства, это вполне допустимо. Итак, вот первый способ это опираясь на правоостанавливающие документы, зная свои права, убедить администрацию купить эти деньги, если на то есть средства. Давайте предыдущим успевать, если этих средств нет. Тогда учитель пытается убедить родителей, но всегда в классе находится один или несколько родителей, которые говорят, а мы не будем покупать, потому что школа должна покупать учебники и рабочие тетради. И вот тогда, если они пожаловались в соответствующие органы и наступает интересный момент. Школа получает предписание. Почему вы заставляете родителей покупать рабочие тетради за их деньги, а не за бюджетные средства? Так вот, есть способ и издательство просвещения разработало механизм пополнения библиотечного фонда школ за счет средств физических лиц. Дальше я буду показывать эти документы и сразу хочу сделать ссылку на то, что далее тексты документов разработаны юридической службой издательства просвещения, а не авторским коллективом. И поэтому юридические основания, которые лежат в основе этих документов, весьма профессионально и серьезно. Это я могу потратить на вот то, чтобы описать этот механизм, может быть вот те противоречия, которые возникли сейчас во многих образовательных организациях, при использовании этого механизма будут сняты. Первое положение заключается в том, что библиотечный фонд школы должен быть укомплектован на 100% во всем предметом. Это статья 18 пункт 1 закон об образовании. Школа сама выбирает учебники и учебные пособия. Учебные пособия в числе учебных пособий входят в рабочие тетради. Вот видите, в статье 18 пункт 4 написано организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательных программам общего образования для использования и реализации указанных образовательных программ выбирает учебники из числа входящих в федеральную перечень и учебные пособия, выпущенные организациями входящих в перечень организаций и осуществляющих выпуск этих пособий. Школа сама допускает к использованию в учебном процессе тельные учебные пособия, в том числе и тетради. Вот об этом говорится в пункте 39 статьи 28 закона об образовании. школа закупает учебники и учебные пособия за счет средств различных бюджетов, а это федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и местные бюджеты. И потом школа бесплатно из своих фондов предоставляет в пользу ученикам учебники и учебные пособия. Вот здесь для вас никакой амминики никто не открывает. Ваше внимание на следующее. Закон об образовании Российской Федерации говорит о том, что библиотечный фонд должен быть укуплектован на 100% и школа бесплатно должна предоставить учебники и учебные пособия ученикам. Но смотрите, есть бюджет региона, есть бюджет местный бюджет, есть внебюджетные средства, это те средства, которые школа зарабатывает сама, и есть еще один источник пожертвования физических и юридических лиц. За счет этих пожертвований фонд школы может комплекс механизм, что жертвовать учебники и средства на приобретение учебных пособий могут родители. Вот в гражданском кондексе есть статья 582 и есть 135-й федеральный закон от 11 августа в 95 году об удовлетворительной деятельности и добровольчестве. И вот значит несколько минут хотел бы посвятить этому источнику финансирования. Разработала пошаговую инструкцию для администрации школы, для вас как учителя, чтобы помочь вам убедить родителей, чтобы они приобрели рабочие тетради для своих детей, а администрация разрешила это делать, не опасаясь, что придет грозный окрик от муниципальных властей, почему вы приобретаете средства не из бюджетных средств, а на пожертвования. Поэтому вот эта пошаговая инструкция тоже включена в презентацию. Давайте эти шаги. Вот образовательная организация, но дальше я, может быть, буду говорить для кратких школ, доводит до сведения родителей или родительских конференций информацию о возможности пожертвования рабочих тетрадей для наиболее эффективного усвоения учебных материалов и повышения успеваемости учащихся. В случае, если родители захотят и выразят это добровольное желание приобрести рабочие тетради, школа может включить эти рабочие тетради в рабочую программу и осуществлять обучение с их помощью. Правовые основания вы видите в правой колоночке. Здесь ссылка на гражданский конкурс и ссылка на федеральный закон 135-й, это закон об образовании в Российской Федерации. И за этот шаг, опираясь на эти правовые положения администрации может волноваться. Если родители учащихся в школе выразят добровольное желание пожертвовать рабочие тетради в объеме, позволяющем укомплектовать им весь класс, образовательные организации после пожертвования оформления всех необходимых документов включают их в рабочие программы, допускают к использованию. вот и затем она доводит эту информацию до сведений дарителей и так далее. Об этом тоже есть соответствующее положение в законе об образовании, которое у вас указано в правой колоночке, и вы можете ссылаться. если как приобретаются рабочие тетради в этом случае? Приобретение рабочих тетрадей осуществляется родителями учащихся строго на добровольной основе. Затем рабочие тетради передаются по договору пожертвования и пожертвования в библиотечные фонд-школы, откуда они выделяются ученикам вместе с другими учебниками и учебными пособиями. Рабочие тетради можно быстро списать с бухгалтерского учета организации при выдаче их по заявке на руки учителя, не внося информацию в формулары выдачи книг обучающихся. Вот это очень важно, потому что книги вы передали по акту в библиотеку, библиотекарь выдал учителю и книги списаны, потому что вот здесь есть сносочка такая. Согласно пункту 38 и 39 приказа 38 приказа номер 150 от такого-то числа Минфина России материальные объекты имущества независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев предназначенные для неоднократного или постоянного использования принимаются к учету в качестве основных средств. К основным средствам не относятся предметы служащие менее 12 месяцев независимо от их стоимости иконы являются рабочие тетради следовательно рабочие тетради отнесены к материальным запасам то есть вы выдали эти рабочие тетради на руку ученику и эти рабочие тетради впоследствии используются. очень важно и вот дальше я вам показываю что в презентацию включены все необходимые образцы документов это договор пожертвования учебной литературы это он может быть жертвовать каждые родители в отдельности а может быть коллективные пожертвования тогда подписывается доверенность на одного ответственного родителя и он тогда все делает и затем акт приемки передачи вот тех рабочих тетрадей которые вы приобрели его подписывает или каждый родитель или доверенное лицо от родителей класса таким образом переходит вот эти три важных документа образцы их вы можете скачать заполнить и никакая прокуратура никакой директор никто не откажется принять рабочие тетради если они оформлены вот по той схеме которая разработалась в прошлом священном вы можете после просмотра учить директору школу памятку она специально разработана для него уважаемого руководителя образовательной организации и дальше для него все прописано вот эти шаги которые мы разобрали они тоже здесь подробно описаны и учитель может на досуге изучить эту памятку и со спокойной совестью включить рабочие тетради купленные на пожертвования родителей соблюдение всех процессуальных юридических норм учебных и учебных процессов как приобрести работа ради но может оказаться но может оказаться что и этот способ по каким-то причинам не сработал тогда если вы работаете по нашему учебно-металлическому комплексу у вас есть еще очень важная возможность как-то заменить рабочие тетради вот способ третий это использовать вместо рабочих тетради электронные приложения для второго и вот я вам показываю ссылки для бесплатного скачивания этих электронных приложений их можете скачать вы их могут скачать родители учеников и вы можете все использовать эти электронные приложения в классе и дома особенно заняться что эти электронные учебные электронные приложения полностью соответствуют развороту учебника вот видите взяли мы один разворот страницы 120-121 салатовым цветом здесь выделим так называемые активные зоны вы ведете урок и если вы кликните на какую-то одну из активных зон попадаете в окошко и там появляется вот если вы кликнули на первую активную зону где бухг как G это грамматический справочник интерактивный смотрите вы попадаете в зазеркале первое там есть простой грамматический справочник если ребенок вдруг забыл правило как образуется и используется утвердительный и отрицательный форм форм модального глагола Кен он может еще раз прочитать дома а лучше если он обратится к интерактивному справочнику и там правило будет анимировано там будут цветовые выделения там будут схемки стрелочки и это конечно помогает ученику лучше запомнить интерроризировать правило на которое он потом будет опираться обучаясь использовать модальные глаголы в речи но этого мало мало знать правила дальше нужны упражнения и тогда вот здесь выпадают как правило три дополнительных иногда больше дополнительных упражнения на усвоение данного явления в данном случае модального глагола Кен и эти упражнения идут от более простого к сложному ученик со слабыми способностями низким уровнем обученности в принципе должен выполнить все третьих упражнений но дом может выполнить одно первое упражнение самое простое а дом выполнить второе и третье упражнение а сильные ученики которые как правило первым справляются с каким-то коллективным заданием могут сразу выполнять третье заключительное упражнение таким образом здесь еще вы можете использовать возможности для индивидуализации если мы с вами обратимся к каталогу то увидим что там есть 38 анимированных грамматических правил презентацию вы можете осуществлять в классе опираясь на анимированный грамматический справочник там есть так называемый озвучка есть упражнения которые совершенно необходимы для овладения звуками английского языка ну и вообще произносительной стальной речи вот видите их там 36 и туда еще относятся записи песен которые вы можете использовать в режиме караоке и так далее есть контроль вот 24 явления контролируется через специальном разделе есть контролирующие упражнения которые позволяют ученику мгновенно получать обратную связь сколько упражнений сколько ошибок он сделал если он сделал ошибки дальше его компьютер не пускает там отражается количество попыток и так далее есть словарь иллюстрированный и ничего страшного если ребенок забыл слово он набирает первую букву слова выводает само слово дается его перевод толкование ну есть грамматический справочник просто грамматический справочник где описываются все явления которые изучаются во втором классе есть интересный раздел который так называется это интересно там интересные сведения по культуре англоязычных стран и страны изучаемого и родной культуре учащихся вот там 39 статей содержится многие ученики поняв что этот раздел сами самостоятельно его читают как какую-то увлекательную книжку или справочник есть лингвистом линейческий справочник он есть и в конце учебника но дома он расширен и там есть обязательно зрительный ряд то это какое-то грамматизм какое-то явление cultural item факт культуры он представлен и визуально есть упражнения на развитие фонематического слуха и на развитие умения аудировать овладевать предносительной стороной речи их вот видите 85 дополнительных упражнений и наконец есть раздел практическая работа где содержится 283 упражнения это второй класс и примерно такое же количество даже чуть больше в третьем классе это дополнительные упражнения на формирование фонетических лексических грамматических навыков на обучение диалогической речи монологической речи и так далее и вот это же большая это же большой банк упражнений которые ребенок может выполнять дома с использованием компьютера и тем самым замещая рабочую тетрадь кроме того есть слайд-шоу они очень интересны для того чтобы проиллюстрировать какую-то традицию какой-то факт культуры из культуры стран изучаемого языка или родной культуры учащихся наконец есть электронная пропись когда ученик может тренироваться в написании английских букв и овладевать навыком таллиграфии опираясь вот на электронную пропись кроме того кроме в электронном приложении есть такой раздел который называется избранная вот здесь когда мы выезжаем в регион и подробно рассказываем о электронном приложении мы тоже составляем избранную грамматика лексика чтение тренажер контроль и мы подбираем те упражнения которые мы вам будем иллюстрировать ну как это сделано в вебинаре который проводил Елена Вячеславовна Кузнецова мы ссылочку вам чуть позже дадим и вы можете посмотреть как работать с электронными приложениями чтобы получить более целостное представление сами эти вот это избранное он ставляется очень плохо я кликаю упражнение которое мне понравилось и оно автоматически попадает вот сюда вот в избранное если я сейчас вместо грамматики лексики правил чтения аудирования поставлю фамилии конкретных учеников и накликаю упражнение которое им нужно выполнить таким образом я ему сформирую такую индивидуальную траекторию если он пропустил какие-то уроки заболезни я ему составляю перечень или упражнение которое он должен выполнить а раздел контроль покажет как он эти упражнения выполнил с какой попытки и так далее важно так и важно если вы не смогли приобрести рабочие тетради если не один из первых двух способов не срабатывает обратитесь вот к этому способу тем более что электронные приложения вам вашим ученикам их родителям ничего не будет не будут стоить ссылочки на эти электронные приложения где их можно скачать мы вам дали и сейчас дадим еще один адрес где можно их получить бесплатно таким образом электронные приложения может делать все то что вы видите на экране мое время подходит к концу если остались какие-то минутки есть какие-то важные вопросы я на них постараюсь быстро ответить но вам уважаемые коллеги я хочу сказать следующее вот задолгую свою авторскую карьеру которая началась еще в 90-х годах прошлого века мне впервые пришлось вместо чисто методического вебинара проводить вебинар посвящен организационным вопросам но согласитесь если мы не добьемся того чтобы у ученика была рабочая тетрадь или какое-то другое учебное пособие которое может заменить эту рабочую тетрадь в данном случае я вам только рассказал об электронном приложении к учебнику у нас останутся без ответа многие вопросы таким образом рассказывая о трех способах приобретения рабочих тетрадей и использовании средств которые могут в какой-то мере заместить рабочую тетрадь я надеюсь ответил на многие вопросы которые могли прозвучать уважаемые коллеги есть вопросы нет подождите вы выходите я вам еще ссылки выставлю сейчас мы с вами свяжемся пока еще что нет уважаемые сейчас вам поставил ссылочку для скачивания электронного приложения еще раз но если вы скачаете презентацию эти ссылочки на слайдах вы найдете а сейчас я хотел бы вас пригласить на следующий семинар который состоится завтра в это же время и будет посвящен технологии взаимосвязанной обучению произносительной речи и чтению по транскрипции его будет проводить пастухова Светлана Анатольевна вопросов есть нет вопросов нет но уважаемые коллеги если вопросов нет я буду полагать что тот способ ответа на вопрос который я избрал рассказывая о ситуации с рабочей тетради способах их приобретения способах их какой-то замены каким-то другим учебным пособиям сработал я желаю вам успехов хорошего рабочего дня и до новых встреч до свидания до свидания Продолжение следует...